Игра под копирку вчерашней, счет, так же мы повели в счете, вновление, просто как вчерашний мальчик, так же с неблагоприятным исходом для нас, повторюсь, вроде вышли заряжены, забили первый гол, имели еще несколько шансов, опять же наша нереализация очень хорошие были в этот момент, их не реализовали, потом как обычно себе привезли, за что нас наказали, буквально один за один удар, залетели в наши ворота, во второй тайме Синара играла по счету, повторюсь, просто один ловится в чашку. Спасибо. Вопрос будет. Александр, за что была показана красная карточка и согласны ли с ней? Ну, я не знаю, за что, это надо у судей спросить. Поэтому я не могу сказать, согласен или не согласен, что там было на самом деле, я не слышал. Я хочу поблагодарить наших футболистов за этот курс, вопрос, что мы оставили задачу, просто вы, например, прошлом, делали программу, скажите, я, что мы не хотели взять 6 пучков. С этой задачей мы справились на сегодняшний момент, создадали, когда мы в зоне многогранности, а также тот характер, который у нас установился. Все-таки не хватает нам класса такого, как мы еще в команде. И нам мы построили, значит, мы еще в характере. И эти две игры показали, что, в принципе, этот компонент у нас на хорошем уровне. Я не говорю, что оба матча проигрывали, начиная проигрывать в начале. То есть ребята находят в себе силу, чтобы выиграть ситуацию. В следствии, что еще больше не было с победой. То есть по самой игре, как Александр сказал, то есть вчерашняя игра, сегодняшняя. Мы похожи по счету и по ходу самой игры, с удовольствием. То есть я отрезал диму практически короткий промежуток времени. То есть сделаем за делу и оставалось уже просто. Соглашусь, что играть по счету. И второй тайм, в принципе, это показалось, что как мы не пытались ребят настроить, что им надо выходить и продолжать забивать еще. То есть как нам дима могли не забивать, а не нам забить. То есть все равно это вот подсознательно, что у нас буквально через три дня сутковая игра очень серьезная. Это были две силы. В смысле этого такой второй тайм не очень результативный вышел. Ну а так я доволен, конечно, результатом. Но и сегодня качество игры с нашей стороны было, я не скажу, что уж нам надо, но лучше, чем вчерашние, вчерашние компоненты, прежде всего, в атаке. То есть все равно было видно. И опять же говорю, в первой же смене, когда у нас были эпизоды, где мы могли выжать что-то из-за моментов гол. Эпизод с пропущенным голом. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы пытались эффективно разыграть угловой, но получилось, что соперник предугадал эту комбинацию и хватил мяч. Здесь можно было по-всякому сыграть. Было точнее передачу исполнить. Можно было. Герасимову пойти на фол, чтобы они не убежали за мной. Ну, Макса Бзек в желтой карточке, когда он здесь себя сдержал, чтобы пропустить третью, чтобы не пропускать следующий тур. Ребята его выручили, отполстались. В принципе, сам он не плохо себя. Поэтому здесь я считаю, что результат закономерности вообще не был. Да, у соперника хотя бы были моменты, где они могли провести два мяча. Нам надо было для начала сравнивать счет. Мы рисковали. А риском всегда это 50 на 50. Спасибо парлящикам за их поддержку. Вначале, конечно, такое ощущение было, что мы в театре находимся. Потом где-то мы прибыл отстраняли счеты. Более сейчас стал более активен. Спасибо. Вопросы? У меня вопрос к Александру. Почему на пресс-конференцию после матча выиграли с Валдей? Ну, тренер у нас болеет. Поэтому приходится мне спаливать. Спасибо. Ну, спасибо. Дмитрий Геннадьевич, сегодня некоторые игроки проявили чудеса акробатики. А вот вы как относитесь? Например, Соколов, когда пасовал, пав ногами назад. Вот к таким вот трюкам. Ну, я думал, вы прокол Демина? Нет, я... Ну, в час вообще. Ну, как футболист, он должен быть со стороны развития, координированный в первую очередь. Тем более в мини-футболе. Потому что здесь постоянные движения в разные стороны. Остановиться, бежать назад, вперед. Поэтому у нас есть тренировки специально на эти качества. Ничего такого сверхъестественного я не вижу. Ну, то есть и гол Демина тоже, я считаю, что не видел еще другие иголы. Но я думаю, что он будет как-то надевать на лучший гол. Я хотела следующий вопрос задать. Какой из 10 иголов самый красивый на вашей серии? Из 10? Да, он с обладанием. Ну, мы вчера после игры, так сказать, внутри команды обсуждали. То есть вчера Максим Герасимов забил очень красивый гол. Ну, я считаю, что по эффекту, по такому, по зрителю, конечно, был темен. Если это, что надо зависнуть, то надо в воздухе скорбинироваться, поймать мяч на ногу. Это, по-моему, Леша Моков такие голы вообще забил. Вот он его тренировал. Ну, там по-другому камни с разгорода, а тут за ухо отступил. За ухо. Спасибо.